Приветствую всех друзья! В этом ролике речь пойдет о ставшими популярными в 80-х годах в Америке, а в наше время и по всему миру благодаря интернету, серии книг из 7 штук под названием «Создай свой собственный металлообрабатывающий цех из металлолома», написанный изобретателем, писателем и машинистом Дэвидом Джинджери. Уникальность данных книг в то время была обусловлена возможностью создания путем отливки из алюминия, а также использования доступных материалов, как например металлических уголков, профилей и швеллеров, в свою собственную мастерскую по обработке металла с наличием самых необходимых станков, типа токарного, фрезерного, строгального, сверлильного и так далее. А так как купить или достать данные станки было не просто в то время, многие мастера-любители с удовольствием отливали себе долгожданный токарный или фрезерный. Да и сейчас с нашими ценами на станки многие не отказались бы от такой возможности. В книгах подробно рассказывается и показывается со всеми размерами, правда в дюймах, все этапы создания того или иного станка и профессиональных чертежей вы не увидите, так как книги написаны скорее для любителей, однако все необходимое там есть, начиная от создания форм для литья и заканчивая готовым станком. Ну а мы рассмотрим каждую книгу в отдельности, начиная с первой под небросским названием «Угольный литейный завод». Из названия уже понятно, что в ней находятся все подробности литья. В книге, как и подобает, есть несколько глав. В первой рассказывается о литье в общем, вторая знакомит нас с оборудованием и материалами. В третьей главе мы найдем инструкцию по созданию шаблонов из сердечников. Одна из самых важных глав в книге это четвертая. В ней мы узнаем, как создать доменную печь. Ну и наконец долгожданная пятая глава, которая посвящена литью и заливке. Теперь посмотрим, как это делается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вторая книга целиком посвящена созданию небольшого настольного токарного станка, что достаточно логично, так как последующие станки сложно собирать, не имея токарного. В первой главе книги рассказывается о подготовке к сборке. Вторая о том, какие литейные работы нам предстоят. Третья глава рассказывает нам, как сделать направляющие. Ну а вот и сборка каретки в четвертой главе. Одним из ответственных моментов это сборка механизма ходового винта и разрезной гайки. Об этом говорится в пятой главе. Из шестой главы мы узнаем, как собрать крепление для двигателя с механизмом натяжения и передачи крутящего момента. В седьмой главе приведены все размеры передней бабки и все, что с ней связано. Сборка привода ходового винта осуществляется по инструкции из восьмой главы. О какой токарной без задней бабки. О ней говорится в девятой главе. И наконец десятая глава, финальная, в которой говорится об улучшении станка путем добавления, например, рукояток. К слову сказать, это самая популярная книга из серии и понятно почему. Токарный все же является самым необходимым станком в хозяйстве. Ну а воочию посмотреть на сборку, думаю, будет интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В третьей книге подробно описывается процесс создания строгального станка по металлу. И как обычно, первая глава посвящена подготовке к сборке. Во второй главе есть все необходимые размеры для создания колонны и рамы станка. Очень ответственной является третья глава, где описаны этапы создания кривошипно-шатунного механизма. Сборка головки инструмента и нижней подачи находится в четвертой главе. Стол и салазки собираются по инструкции из пятой главы. Интересный механизм является автоматическая поперечная подача из шестой главы. Ну и промежуточный вал, завершающая седьмая глава. И вот что должно получиться в итоге. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Очень интересную и необычную конструкцию имеет фрезерный станок, создание которого описывается в четвертой книге. Открывая которую, мы замечаем первую главу под названием «Методы строительства». И конечно же сборка станка начинается с постройки станины. Это вторая глава. В третьей главе говорится о стойке фрезерной головки. Четвертая глава посвящена подающему винту. О шпиндельной головке говорится в пятой главе. В шестой главе говорится о каретке и временном рабочем столе. Устанавливаем шпиндель по инструкции седьмой главы. Сборка механизма передачи крутящего момента осуществляется по инструкции восьмой главы. Интересные универсальные соединения описываются в девятой главе. Очень интересно десятая глава. В ней описывается инструкция по созданию фрезы в домашних условиях. Ну а теперь пришло время поменять временный рабочий стол на постоянный. Об этом одиннадцатая глава. И завершает двенадцатая глава с созданием задней стойки. И вот что получается в итоге. Пятая книга из серии посвящена созданию сверлильного станка с довольно простым. причудливой конструкции. В ней также первая глава о методах конструирования. Здесь есть длинные детали, поэтому необходимо переоборудовать токарный станок, о чем говорится во второй главе. По третьей главе собираем колонну и основание. В четвертой главе описывается строение механизма подачи вала. Строение шпинделя находится в пятой главе. Ну а привод шпинделя в шестой. В седьмой главе можно найти крепление для двигателя и его привод. Ну и конечно же рабочий стол в последней восьмой главе. Странно, но видео иллюстрации станка на просторах интернета я не нашел. Возможно он не так востребован, а может быть конструкция не очень удачная. А если подумать, то чтобы создать предыдущие станки, было бы неплохо уже иметь сверлильный. И вот уже имея фрезерный станок, неплохо было бы иметь возможность сделать шестеренки на нем. Для этого нужна шестая книга, в которой описывается процесс создания делительной головки, а также и другая необходимая оснастка. И вот первая глава так и называется оснастка. Во второй говорится о постройке зажимного патрона. А вот и долгожданный люнет в третьей главе книги. Как же все-таки сделать делительную головку есть в четвертой главе. Информация о нарезке зубьев шестерни есть в пятой главе. Ну и собственно, добавление на токарный станок в сменных шестеренок завершает книгу. Это была шестая глава. Ну а вот так все выглядит в сборе на фрезерном станке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завершает серию книг седьмая, в которой описывается процесс создания листогибочного станка. Открывая книгу, мы найдем первую главу, в которой говорится о самом механизме гибки. Ну а далее, как и в предыдущих книгах, методы конструкции. Это вторая глава. Станок следует начинать сделать со станины. Об этом вся третья глава. Затем подвижная часть, непосредственно гибочный механизм, четвертая глава. Потом зажимной лист из пятой главы. Остается только добавить зажимной механизм из шестой главы. И станок готов. А каким образом делать изгибы при помощи станка, можно подсмотреть в седьмой главе. Она же завершающая. Получиться должно так. Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю как вам, но идея сама неплохая. Особенно, когда у тебя финансовые проблемы, а жить-то хочется. Наверняка данные станки, если конечно хватит сил, мозговой куча времени, чтобы их создать, помогут многим мастерам, любителям осуществить хотя бы одну мечту. Ссылку на книги я оставлю в описании. Спасибо всем за внимание и пока.